Гигабайт H310 MS2 2.0 Материнская плата для игровых ПК начального уровня Плата построена на базе системной логики Intel H370, оснащена процессорным разъемом LGA 1151 версии 2 и рассчитана на установку процессоров Intel. Выпускается в форм-факторе Micro ATX, поэтому подходит для сборки компактных ПК. Поставляется она в фирменной коробке с цветной полиграфией. На задней стороне упаковки описание ключевых характеристик продукта. Внутри диск с драйверами, документация, два SATA кабеля для подключения накопителей и заглушка интерфейсной панели системного блока. Вся элементная база платы расположена на темно-коричневом текстолите с серыми вкраплениями. По центру системной платы разместился процессорный разъем, справа от него два слота для установки оперативной памяти, суммарная емкость оперативки может составлять до 32 ГБ, а при установке двух планок память работает в двухканальном режиме. Штатная частота 2666 МГц, но есть и поддержка XMP профилей с повышенными частотами. В нижней части три слота PCI-Express. Один версии 3.0 и два версии 2.0. К процессору подключен только верхний, который использует все доступные 16 линий. По части дисковой подсистемы на базе чипсета реализована поддержка четырех SATA накопителей. Решения форм-фактора M.2 не поддерживаются. Для сетевых соединений предусмотрен гигабитный контроллер Realtek RTL8118AS. Звуковая подсистема основана на чипе Realtek ALC887. На боковую панель вынесено 6 USB портов, 4 из которых версии 2.0 и 2 версии 3.0. Три аудиоразъема, два шестиконтактных разъема PS пополам и сетевой порт. Для подключения монитора предусмотрен только один порт, устаревший D-Sub. По части организации охлаждения материнка предлагает гибридные коннекторы для подключения водяного охлаждения или традиционных кулеров, один для охлаждения процессора и один для корпусного вентилятора. Благодаря небольшому ценнику, грамотной компоновке элементов, высококлассным аудиоконденсаторам и LAN-контроллеру, нацеленному на автоматическое распределение трафика, данная материнская плата подходит для сборки игровых систем начального класса, но при условии, что вы будете использовать дискретную видеокарту с совместимыми разъемами HDMI или дисплей порт.